ДЕЛИЛА Третье, продолжаем исследовать Адер Мирский институт, который очень большой, в нем очень много комнат, и мы их все потихонечку, полигонечку исследуем на предмет всякой всячины. Основная цель у нас найти доктора Александрею Гепатию, которая где-то здесь заперта, ее не выпускают, ну и плюс есть еще всякие дополнительные задачки, которые можно выполнять, есть еще ништяки, которые мы не забрали, ну все как обычно. Дождь пошел, не пойму, а да, пошел, до графики довольно сложно отличить дождь от всего остального, какой-то балкончик тут, бордюрчик, балкончик, не знаю как это правильно назвать, и здесь бродили ребята, я их видел снизу, но мне очень не хочется к ним идти именно снизу, может быть как раз таки сверху зайдет получше. Да, оранжерея местная, так почему-то здесь нет стекол, как в теплице. Или они есть, и я просто их из-за графики не вижу. Так, что это за место вообще? Ага, вон какое-то чудило стоит. Ты здесь один такой? Хотелось бы понять. И не поняв, я бросился сразу его душить. Это просто у меня от папани осталось, от корва от тана. Вижу человека, душу человека. Тут просто других вариантов быть не может. Полежи пока тут. Ой, там еще чудило какое-то, вот он, кстати, меня может запалить. Стоит прям так. Вид у него хороший, короче говоря, обзор. Я предпочитаю проходить вот эти игры серии Dishonored или Thief, например. В таком вот специфическом стиле, когда сначала избавляюсь от всей охраны, от всех людей, которые меня могут увидеть. А потом уже спокойненько обшариваю местность на предмет всяких ништяков, штучек, плюшек, выполнение дополнительных заданий и тому подобного. Чем я сейчас, в общем-то, и занимался последние две серии в этом институте. Поиском и ликвидацией угроз. Боже, с такой высоты, если бы я его жахнул реально, спрыгнул и ударил по башке, ну я думаю, он бы отъехал, конечно. Сгружаем на крышу, пусть они промокнут. Потому что я жесток. Так, а это у нас девайс, что из себя представляет, он вообще активируемый или нет? Тихо-тихо-тихо. Но я не вижу, чтобы он активировался, хотя это какой-то ветряк. Косточку я заберу, спасибо, спасибо. Скверненный амулет, друна. Да много здесь ништяков еще. Это, кстати, шезлонги для загорания пациентов, я так понял. Ништяки-то совсем рядом. Только не очень понятно где. Денежки-то мы, конечно, претерим, претерим. Безусловно. Ага. Две отделения для выздоравливающих. Нам нужно попасть туда, потому что Александрию вроде как заперли именно там. По приказу ее охранников. Управляющего охранником, как это назвать. Командующего. Что, есть тут еще кого? Забрать с собой. Мишень подвесил. Стрелял, видимо, да? А, у него здесь, в принципе, тир. Организован. Был. Кажется, я подпортил немного. Развлечение. Идея, блин. Все выше и выше поднимаюсь, но я все меньше и меньше понимаю, где я нахожусь в итоге. Ё-моё, опять это говно включилось. Как бесит, вы не представляете просто. Ползаешь себе спокойно, никого не трогаешь. Врубаешь стражников, тот херак. Какая-нибудь мразь начинает орать по громкоговорителям. Вот что за люди, блин? Никакое вообще воспитание, никаких майнер. Кровь дома Абеля. Это мы уже читали. Опа. Там. Нифига, их там трое. Охренеть. Конечно, прекрасно, ребята, что вы так общаетесь. Но вот то, что ты сюда идешь, это вообще непрекрасно. Абсолютно где-то... Тихо. Не понял. Подожди, подожди. Мне показалось, что он меня заметил. Последний момент. Довольно странно просто сработал перенос. Слишком далеко. Это что странно, далеко просто. Дек. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Собрался. Следующий раз посмотришь. Я не допрыгну, да? Печально. Ну не надо, блин. Я забываю все время какую кнопку деактивировать этот прыжок. В итоге... Все очень плохо получается. Ого! Тебе показалось. В смысле? Как? Узнал, что я здесь. Нееет! Пошел ты. Ах, пафосно-то как. Ладно. Козлина, блин. Сел он за стол, понимаешь? Вот быдлада. Охереть просто. Дождь на улицах лечит. Он такой сел за стол. Сидит, жрет яблочки. Упыль. Просто к нему надо подходить с этой стороны и все. С той же, где я положил его, братюню. Потом мы заберем последнего с собой. Отдохни пока здесь. Сейчас мы последнего достанем. Он идет сюда. Далеко собрался мужчина. Не надо. Давайте мы их сложим куда-нибудь в уголок, я не знаю. На самом деле, по-хорошему, их надо тщательнее прятать, потому что игра имеет тенденцию спавнить противников уже после того, как мы все зачистили по какому-нибудь велению триггера. Они хоп-хоп вылазят такие. Ну вот, я не знаю даже куда их прятать так, чтобы никто не видел. Пробуем на крыше, может быть. О, контейнер подойдет для этого. Я думаю, прекрасно. Она всегда так швыряет их. Мне уж страшно за их здоровье становится. Да, местечко-то, надо сказать, угашенное вообще в нулину просто. Похоже на наши больницы каких-нибудь. Не особо, скажем так, популярных местах. Подожди, это что за? Видите? Это что за бак? Это тень от его шапки, что ли, летает в воздухе? Походу дело, да? Короче говоря, на наши государственные больницы смахивает. Где-нибудь в таких глубинках или что-то такого. Где вся краска на стенах пооблупилась. Так. Пойдем со мной. Я вас всех сгружу в контейнер. И вы будете там отдыхать. Надеюсь, вас никто там не найдет. Я, кстати, без понятия, нафига я вот эту местность зачистил. Потому что здесь такое ощущение, что ничего полезного-то и не имеется. Если так посмотреть. Включаем свое мегазрение. И здесь мы ничего не видим. Что могло бы нам пригодиться. Интересно, можно посмотреть? О, можно. Потелескопировать. Когда вы смотрели? Хер его знает. За кем-то там наблюдали. Может быть, за голыми женщинами. Китобойное судно. Плывет. Так, надо бы сохраниться после зачистки. Нет, не загрузиться. Сохраниться. Теперь. Что мы будем делать теперь? Даже не знаю. Чем бы заняться. Эм. Ты очень странно сейчас сделала. Ну ладно. Это был знак. Значит, пойдем через эту дверь. Я просто изучаю уголки. На предмет всяких секретов там. Дополнительных каких-то ништяков. Это у нас что за место? Это, по-моему, лаборатория ВАСКО или, мне кажется? Или я здесь был? Места просто очень похожи друг на друга. Ну, здесь, в принципе, я ничего полезного не вижу. Там у нас ребята отдыхают. Просто если игра натригерит некоторое количество врагов уже после того, как я здесь закончу и, допустим, дойду до Александрии и эти ребята увидят мои жертвы, то их мне засчитают, что жертва обнаружена и никакого у меня рейтинга призрак не будет. А я именно для этого все-таки так упарываюсь. Потому что, в принципе-то, обезвредить врагов здесь можно и без всякого рейтинга призрак. Просто подошел, там, отбил удар и контратаковав, можно вырубить человека. Не проблема. Так, теперь. Рядом есть руна. Потрясающе. Ого! Вот это я идиота кусок. А зачем загружаюсь? Неприятно было. Чтобы было и не загружаться, в принципе. Нифига, они перегородили дверь в комнату. А я могу это обезвредить? Спасибо. Я смотрю, у человека затейник был. Арбалетные болты. У них тут все дистилляция ртутного пара. Чертеж. Это круто. Да, какой-то... Понимаете ли... Какой-то, реально, инженер этот Гамильтон был. Тут мне нифига не надо. У него в комнате. Так, денежки. Дневник. В этот раз я это видел точно. Я видел, хоть и не знаю, кто или что это. Странный существ в капюшоне. Он тащил по коридору что-то окровавленное. Я не знаю, была ли это еще одна собака или кто-то из охраны. Не знаю, что было бы лучше. Эти ублюдки уже несколько месяцев потешаются надо мной. Говорят, что я спятил. Доктор Гепатии следует посадить меня под замок. Капитан Рамирес говорит, что все это мне чудится и я должен прекратить распускать слухи. Доктор Гепатия почти ничего не сказала, когда я впервые упомянул о полусъединенной собаке найденного отделения для выздоравливающих. Она кого-то выгораживает? Доктор Васко смотрит на меня с подозрением. Он уже несколько недель не покидает отделение для выздоравливающих. Последний раз, когда я его видел, он собирал гнилую кровь охранника, что насмерть зажали на трупными осами. Я не врач, но знаю, что этот ингредиент не входит в состав Адермирской некстуры, приобретенной доктором Гепатии. Если никто меня не послушает, мне придется самому выследить этот чудовище. Я установлю ловушки и буду дежурить по ночам, пока не разберусь, что тут происходит. Понятно. Он пытался выследить этого мудака, но его повязали. Найдите Васко, сказано нам в задании. Ну, допустим, я попробую найти Васко. Ну, в общем-то, путешествие в эту комнатку нам ничего особенного не дало. Единственное, что в кабинет Васко мы попасть не можем, там какие-то ништяки лежат, которые я забрать не могу пока что. Да, блин. Наверху-то что здесь? И как туда попасть? Да-да-да. Хм, с лифт же, да? Лифт-то работает, кстати, непонятно. О, работает. Он, конечно, шумит, но тут уже некому, в принципе, это услышать. В бейзмент ехать нельзя почему-то, да? Так, а как мне? А вот. Ясно. Толку у меня от этого никакого нет. Но как-то же, подожди, можно? А, подожди. Я могу залезть сюда. Кнопка нажать. А что это даст? Воу. Это интересно. А при помощи такой кнопки мы не сможем ли, допустим, спуститься вниз? Это не логово ли вот этого вот таинственного упыря? Хрен его знает, конечно. Но, в принципе, оно стоило этого. Еще один амулет где-то наверху. Да что ж такое-то? Сколько их? как туда попасть? Ой-ой. Ага. Так, по ходу дела, оно не сработает, да? А как тогда? Ну как? Ну это тупо. Я вообще-то прицелился четко туда, куда надо. Но, в принципе, там есть умение, которое вроде как замедляет время, если ты падаешь, позволяет прицелиться, можно его прокачать. Это как-то странно. Странно. Подожди. А если мы на трубу залезем, а потом с трубы, это уже интереснее. Черный амулет. Что за черный амулет? А здесь мы вроде бы взяли все. Здесь мы вроде бы все взяли. Замечательно. Удачная осечка. У вражеских пистолетов повышается шанс осечки. Чуть какая-то хрень. Довольно бесполезный для меня амулет. Так, а руна, кстати, вон там лежит. Еще куча всего лежит. А это же есть отделение для выздоравливающих. Я могу сюда попасть, в принципе, просто вот... просто спрыгнув вниз, да? Или нет? Нет, это вниз. А здесь тогда что? За отделение для кого? Для невыздоравливающих? Оно, по-моему, закрыто вообще. Подожди, там какой-то... Черт стоит. Стражники из вас, конечно, прям скажем, не фонтан, но оно и к лучшему в целом-то. Если бы они хорошо охраняли это место, мне было бы гораздо сложнее сюда проникнуть. И вот так вот делать. Опять эти оралки включились. Дверь вынесли. Внутри этой штуки, внутри этого здания находится довольно много ништяков. Дверь, в принципе, открыта. Заходи, не хочу. А, ну это отделение пациентов, получается. Возможно, не столь выздоравливающих, как все остальные. Приломутровый веер, но... не надо так. Ого, алтарь! Сейчас меня загрузит к чужому. Ах, ну это... Ах, ну это... Ах, ну это... Монстр, который должен был укреплен. По другим. Виктория тревоги. Просердствована. Потому что в конце... Ты нашел другой способ. Но ты всегда помнишь правду, да? Твою правду, по крайней мере. Может быть и здесь. Но пока не вижу. Разноцветственные перья. Дневник профессора Бракамонтиса. Господи. Тринадцатая. Я чрезвычайно уделен тем, что профессор Линьон преподнес мне подарок. Наше разточенное соперничество в последнее время стало совершенно невыносимым. Наверное, ему оно тоже надоело. Отсюда и предложение мира. Однако, что касается подарка, то он какой-то нелепый. Кусочек кости с царапинами. Но я полагаю, принимая во внимание сферы его компетенции, он считает, что такой подарок уместный. Итак, я пока отзыву свои жалобы руководству. Пятнадцатая. Эта костяная безделушка, подаренная Линьоном, все больше меня очаровывает. Я вижу, что царапины это своего рода буквы. Действительно. Очень изысканная вещь. Я ощущаю, что эта штучка излучает слабое тепло. И это меня заинтриговало. Но к вечеру похолодало, поэтому я продолжу наблюдение завтра. Двадцатый. Я отменил сегодняшнее занятие из-за сильнейшего зноба. Я так дрожу. Единственное моё утешение подарочек Линьона. Я ощущаю такое тепло, когда держу его в руке. Завтра пойду в Эдермирский институт, может быть, проведу там неделю. Если здоровье позволит, постараюсь написать Линьона и выразить ему признательность. Двадцать восьмое. Доктора болваны, глупцы. Нет, я не буду пить их зловодное лекарство. Мой амулетик защитит меня от этого странного зноба. Даже сейчас он пытается меня согреть. Он такой горячий, что его едва можно удержать в руке. Линьона назначили заведующим. Нужно написать ему поздравительное письмо, и я сделаю это, как только согрею пальцы. Понятно, короче. Подарил амулетик. Вот это я понимаю, парню повезло. Крыски. Пошли, ВАН! Продолжаем юзать наше мега зрение, чтобы дырить вещи. Но здесь, вроде бы, я ничего не вижу. Так, а что нам говорит сердце? Что внутри этого здания мы, в принципе, приобрели все, что необходимо. Румы где-то внизу. Там еще какие-то секретные помещения есть, куда я не попал. Внизу. Хотелось бы, конечно, туда заглянуть. А, ну все понятно. Здесь замкнутое помещение, да? Ладно, ладно. Здесь, вроде бы, все тогда. Такое, небольшое ответвление. Чисто полутаться и прочитать небольшую историю о человеке, которому подсунули амулет, и он с дуру отъехал. С дурдом. Ну это, конечно, хорошо. Что луна там есть. Но мне это ничего не дает. Знаете, что мне интересно? Смогу ли я доехать до подвала при помощи вот этой кнопки на крыше лифта? Фига резкий лифтец. Тринь. Че это дало? Что? А если я... Ой! Не удалось. Я думал, я стану здесь между дверьми. И все будет хорошо. Но меня зажало. Меня зажало. Блин, это я здесь сохранился последний раз. Очень печально. Но, в принципе, здесь ловить нечего уже. Тарелка. Очень интересно на тему... Подвала проверить. Каким-либо макаром. Тут есть кнопки, по идее, на этажах, которые открывают и закрывают двери. Но как... Но как, Холмс? Как-то попытаться обмануть лифт хочу, чтобы он дает... Чтобы проникнуть вниз. Но пока что-то не удается. А было бы интересно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Если я нажму эту кнопку, я поеду скорее всего до самого верх. Да. Такая кнопка на крышу. Но... Окей. Я не доехал до крыши. А сейчас я не приеду случаем в подвал. Потому что в итоге-то я сбил настройку лифта. Не, ни хера. Не, я не сбил. А, нет, я просто до крыши доехал. Все правильно. Да е-мое. Я могу проникнуть туда. Вообще говоря. А ну. Давайте-ка на второй этаж. Не буду рисковать. Сейчас мы что-нибудь удумаем. Довольно много времени потратил на эту серию. Даже не заметил. Но я люблю в таких играх заниматься как раз таки исследованием локаций. Окей. То есть, как такового... Здесь нет прохода. Несмотря на то, что... Внизу там что-то есть. И... Вон там что-то нарисовано. Короче говоря, сам-то по идее... Подвал есть. Но как туда попасть... Не представляется пока невозможным. Я не знаю как. В принципе там... Господи, это все генератор бабахает. В принципе... Лифт туда не ездит. То есть, там... Туннель. Шахта лифта перегорожена деревянными... Деревянным полом. То есть, как бы я не хотел на этом лифте спуститься. Он туда не поедет. Все такое не проломит этот пол. Очевидно. Спуск. Вот, кстати. Речь об этом и идет. Что здесь внизу что-то есть. Ладно. Может быть мы по сюжету туда в итоге доберемся. Потому что я пока не отдупляю... Как туда попасть. Может быть там именно... Находится этот... Королевский убийца в этом подвале. Что-нибудь такое. Ого. Нормально. И я, пожалуй... Переключусь на пуху. Сохранюсь. И пойдем... Дезинсектировать. Подходи. Подлетай. Да. Отделение для выздоравливающих просто... Просто прям таки... Льется из него здоровье. Народ выздоравливает. Жрут. Жрут. Кусаются. Да блин, почему он не достреливает? Это тупо. Это тупо. Вот так. Корявый. Пистолеру. Отличное место. Руна. Ниндарь. Это кто? Что за мужик какой-то спился и пришел сюда? Видимо, хотел их... А! Слушайте, это же из этой банды, наверное. Которая пила ром и пыхала огнем. Что такое? Похоже на ската. Или это и есть скаты? Монета. Роза, смотрите. Прикольно. Целебный эликсир. Лучше. Похилить сразу. Да. Отделение для выздоравливающих явно не светится здоровьем. Че разлетались, мрази. Я их тут... Расплодилась. Ай, кусаются свери. Ну хороя кусаться. Смотри, какие мерзкие. Ну а с ищущей, че? Я же вроде... Я и хули не убил. Вот в чем дело было, да? Пока я его не убил. Они не успокаиваются. И он тут еще и не один. Че-че-че. Зачем ты патроны мои тратишь? Так, трупик из которого уже кто-то вылупился. Прелесть. Просто прелесть. А патроны кончились? Фига. Только до этого было... Ну я, кстати, на самом деле сам виноват. Я же... Не... И че это я не понял? Я не могу сломать тюлей? Окей. Это не работает не так, как должно. Совершенно точно это вам могу сказать. Теперь-то ты сгорел? Отлично. Дай мне эту штуку. Это мои деньги. Правда, не очень много денег так. Ахаха. Больше не заблокировано. Ой, там еще один улей. Японам мать. Гори, тварь. Ладно, пока туда не пойдем. Они, как видите, стоят уничтожить дюлю. Они, в принципе, успокаиваются. Эти летающие мрази. Солярий. Можно мне позагорать? До свидания. Косточку мне отдай. Расписание солярия. Не очень интересно. Нафига я в них заглядываю? Да чертова знает. Где-то рядом есть руна или амулет. Говорит нам сердце и руна. Где-то внутри там. Амулет точнее. Как же мы туда попадем? А, ну. Больше вопросов нет. Пошел нахер. Это я заберу. Спасибо. Разум левиафана. А, сюда можно было и так проникнуть. Я почему-то не заметил. Вот это я странный. Так, продолжим. Игра у меня вылетела просто-напросто. Придется этот момент немножко переиграть. Интересно, а почему на Эмили вообще никак не влияют эти трупные осы? Они же типа откладывают яйца и ты заражаешься трупной лихорадкой. Вот это вот все. Нет? Это так не работает? Скверненный амулет. Он где-то внизу лежит. Вот, пока что мы туда не ходили. И я пока что хочу посмотреть, что у нас на этом этаже все-таки еще есть. Помимо... Помимо того, что я уже нашел. Там кто-то ходит или лежит. Так, солярии эти. Здесь я их просмотрел. Я не помню просто уже, что успел сделать. А еще не успел. Китовая кость. Это, конечно, прекрасно. Надо бы уже, наверное, попробовать прокачать крафтинг. Раз я собираю эту китовую кость. И прочие ништяки похожие. Так, что это? Парень там какой-то отдыхает. Я, кстати, его и не видел там, по-моему, да? Тебе норм? Она из него уже вылупились. Он явно был пациентом. И такое ощущение, что их сюда специально притащили этих трупных лос выводить. Вопрос там, кто этим всем заправляет. Я, честно говоря, занимаюсь, что гепатия. Почему-то мне кажется, что это ее заставили сделать. Или вообще без ее, видимо, эти ништяки устраивают. Класс. Классно у них тут. Ладно, ехаем дальше. Опять эти звуки. Кто это? А, это она есть. Да. Алло. Хватит ковыряться в мухи. Хватит ковыряться в мухи. Ты пациент, у меня? Я извиняюсь. Я... Я должен знать это. Я здесь, чтобы спросить тебя о чем-то. Ты ковырешь лицо потому что ты был уничтожен? Афликты, которые мы воспринимаем здесь, более комменные чем кто-то любит admitить. Я не здесь для восприятия. Я искаю Антон Соколов. Соколов? Да, он был здесь для небольшого времени. Но она его убила. Чтобы увидеть Киран Джиндаш. Ты... Ты слышишь что-то? Что с Краун-киллером? У тебя пациент? Краун-киллером? Краун-киллером? Это название пришло из книжки. Я боюсь, что я не... О, да. С убийствами. Я был в Дунвале, исследовательных заболеваний находящихся в мухи. Погоди. Кто-то просто звонит меня? Я забываю. Краун-киллером это интересный случай. Я чувствую, что я могу помочь с этим. Это просто... Я всегда делала такие хорошие работы, и теперь моя память меня потеряет. Кто это звонит меня? Извините. Я... Я не могу поставить на него. Скорненные амулеты. Мин. Я думаю, что он решил сказать об этом. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Так много плоти. Так много мед. Дай в новостоке что-то, чтобы писать, и дай людям импирсу воду для своих вновлений. Понятненько. Безчинство королевство убийцы продолжается. Королевство убийцы появилось повсюду, где есть противника императрицы Эмили Колдин. Первым жертвами стали граждане Карнаки, прежде всего Кори Брокберн. Один из первых, кто осмелился открыто критиковать малолетнюю Колдин. Ровно через месяц после принятия декрета о правах издольщиков, Брокберн призвал парламент в Гристоле высказать вот ум недоверие. Он тщательно изучал декреты башни Даунова и неизменно обрушился на них с яростной критикой. После ужасной смерти Брокберна в Карнаке погибло еще несколько человек, давних противников семьи Колдин, в том числе. Дженни Стайнс, бывший редактор карнатской газеты. Через неделю после ее разгромленной статьи, где про Эмили было сказано не императрица, а до названия, Тайнс была найдена мертвой в своем кабинете, и у нее отсутствовали конечности, которые так и не нашли. Затем убийца распространилась на другие регионы империи, погибли десятки людей, бла-бла-бла. Похищение Соколова. Психопатка, короче говоря, какая-то, тренированная. Эту там несет все. Она уже, по-моему, она нам уже ничем не поможет, она и себе помочь не может, она сидит, он вскрывает этих мух, больше ничем не занимается. Подожди, а что с ней? Смотрите, вокруг нее какая-то дрянь происходит. Как будто она заколдована. Охренеть. Спуск со спределенным зажиганием. А, это... А это полезная вещь, да. Но что нам делать дальше? Дверь заблокирована. Подожди. Отделение для выздоравливающих. Нам же здесь нужно найти Васку, да? Найдите Васку. Ну, я пёсу узнаю, это ты Васку? Я просто хз. На нем не написано, Васка это или не Васка. Вот там какая-то... Китовая кость. Пипец она у порта. Она меня пугать начинает. Это мадам. Чья-то голова. Отлично. Я думаю, что мы найдем... Васка. Но я думаю, что... Не думаю, что... Нам что-то поможет... Что-то сможет сказать в итоге. Поговорю. А, нет, смотрите. Где он? Это он? Офигеть. Она что, съела из него куски? Доктор Айпэшиа сделал это. Она — кроун-киллера. Серьезно? А-а-а-а. Нифига себе. Она подходит там сзади, смотрите. Офигеть мне. Но, может быть, ты ищешь ее. Она... хорошая человек. Что я могу сделать? В моем безопасности. В заболеваниях. В заболеваниях. Ты... Поговоришь, как сделать... Коунтер-серум. И помочь ей. Она там ходит. Сзади код — 312. А-а-а-а. Я всегда спрашиваю, что она как она. Понятно. Я почему-то не догадался, что у нее она шизик. Что у нее другая личность. Прикольно. Прикольно. Что она там жрет? А где он? Я знаю, что скоро умру. Меня преследуют последствия моей злосчастной ошибки. Я не смог спасти доктора гепатии от нее самой. Если кто-нибудь найдет эту записку, не вините ее ни в чем. Она не имела ни малейшее представление о том, что делает ее вторая личность. Она не знает, какое чудовище превратилось. Если бы я был смелее, я бы ее вылечил. Еще не слишком поздно. Прошу вас, готовьте антидот и спасите ее. Подожди, а где она? Ясно. Я не догадался до этого, честно признаюсь. Хотя обычно ее такие повороты сюжета достаточно легко. Да где она? Нормально так. Нормальный поворот. Мне понравился. Хотя я мог бы, наверное, догадаться до этого раньше. Я приеду и иду. Ставляя в дневнике Васка, как я хочу. Но даже когда она влезла, я с ней, смотря на ее глаза. Моя холодная. Так. Найдите дневник Васка или убейте. А вон она ходит. А вон она ходит. Интересно, его спасти можно было? Не разговаривая с ним, например. Она его считает свою вторую личность сестрой. Ничего, так интересный поворот. Интересный поворот. Я могу ее просто усыпить на время, чтобы она не шаровежилась по округе. Просто легла спокойно. Блин. Что я наделал? Надо было стрелять. А я какую-то херню сделал. Я так понимаю, это последствия той сыворотки. Неудачной сыворотки, точнее. Которую они изобрели. Со своим другом Васку. Что она превратилась в такую. Отмороженную. Я как-то даже не догадался, почему она такая упоротая. Ну че? Не хочешь спать? Алло, гараж. Спать не хочешь? Или я промахнулся? Че? Сейчас то я попал. Че за бред? А-а-а. А-а-а-а. Насколько ее сложно убить, интересно? Довольно сложно. Она меня убил Ясно, я вас понял Она какая-то конченная Почему ее глаза начинают светиться Я от этого не понимаю Одержи, моя Сатаной Так, ну подожди тогда Давай мы подумаем, что сможем с тобой сделать Мне надо уйти из этого отделения, понятное дело Так, чтобы она меня не отловила Дневник Васка Да, он там находится Да что такая глазастая-то, сучка Она, сука, сидит именно вот здесь, где... Где проход Не хочешь на это отреагировать? Пошла куда-то Давай-давай-давай Ищи меня Так, все, пусть она там занимается своими делами Но я хочу отметить, что это еще не все ништяки, которые Есть Здесь Одна руна еще осталась, как минимум Я наверняка здесь еще Тысячи две Пропустил Каких-нибудь картин Соколова Три-один-два, да? Дожди, а где ключ? Так, теперь Все должно получиться Я уверен, что дозировка точная У меня будет только один шаг Размолоть и смешать все твердые ингредиенты В том числе соль алюминия Сделано, сделано День-день в моем сейфе Вдали от солнечного света Должно быть достаточно Для активации сановой сыворотки Добавить пол шприца зараженной крови Взятую у трупа Если бы доктор гепатии была в здоровом уме Она бы и возражала С тех пор, как гвардия заблокировала ладер мир Неска человек погибли от трупных ос Они его тоже могут послужить доброму делу Все предыдущие образцы крови Дали хорошие результаты Только бы меня снова не увидел сторож Подогреть полученную смесь Встиг можно скорее Записки Васьки Какая-то регулярность Дюк держит ее здесь И, если я правильно Отвечает ее на диаболике Диаболики Ипатия Это то, что журналисты называют Другой убийц Она уйдет И возвращается Отвечая Благородные источники Но есть улучшение Серума Другой убийц понятненько дневник поздней ночи доставили пациента с жалоби на песок в глазах доктор отдыхал наконец-то поэтому этим случаем занялся я после тщательного обследования пришел к выводу что причиной была серебряная рудниковая пыль и чтобы вызвать слизистечение я воспользовался глицерином и поперечным маслом затем собирался промыть глаза но жжение было достаточно ощутимо пациент слишком настрадался что позволит мне предложить процедуры тем не менее если здесь за течение было достаточно интенсивно я полагаю что к утру его глаза прочистятся казаться моя идея промывания глаз от песка была удачная могу порадовать продавать этот рецепт то что надо чтобы вымой вымывать из глаз пыли мелкий осколок рецепт вас к для глаз ушей вот как я это назову быстрее нахера я это прочитал так нам уже зараженное тело чем использовать я использую зараженное тело дисгаздинь на бодяжить антидутик что-то так смотришь на эту байду я уже думал ты хочешь в руку себе и воткнуть и Булькает Отлично, там что-то вытекло Так, теперь надо по идее подобраться к ней и жахнуть этой дряни Ну это да Давайте сохранимся Я уж не буду на следующую серию переносить С завершения этой миссии, хоть уже час серии идет Королевскому убийце Но блин, меня смущает, что вот эта руна так и осталась вне пределов моего досягаемости Моей досягаемости Это меня раздражает Подожди, я здесь был? А, здесь музыка, да, включается Все-таки мне интересно Смог бы я спасти этого Васка, если бы Не поговорил с ним, например А узнался сам Почему нельзя зарядить мои транквилизаторные дротики В этот арбалет И выстрелить на нее, например Вот ты Нет, блин Объект спасен Так, подожди Я хочу это сделать все-таки так, чтобы она меня не видела Не знаю, считается ли это за Призрака, не призрака Но, по-моему, она меня все-таки заметила Я хотел на нее вообще сверху спрыгнуть так-то Но она такая нервная Туда-сюда дергается что-то Не поворачивайся, пожалуйста Получи Все Дело сделано Спать Какие-то куски тела Уши Пальцы Че, как дела? Доктор Ипатия? Да Да Извините, что-то не правильно Может, я контрактил что-то, работая с самплами инфекционными Нет, кто-то уничтожил тебя Но ты должен быть лучше сейчас Я нашел какие-то алкемические ноты И сделала контер-серум Можешь за меня? Не волнуйся Я буду заниматься Если ты нуждешься, чтобы лежать в несколько дней Возьмите нас Я останусь с алисом На боте, который называется Дредфул Вэйл Да И мы оставим ее здесь Разбираться со всем Она Лурки на себя не наложит Всего этого Счастья Да Меган Фостер Так, ну Меня интересует следующее Как достать эту руну, падла Знаю, что она в подвале Но как попасть в этот подвал вонючий Я хочу туда Отсюда есть выход? Интересно, другой Да уж Жутенькая история, я должен признать Мне понравилось Поворот сюжета пусть не оригинальный Но достаточно интересно поданный Так Думал, может быть здесь будет Кровавая хрень это Пошел вон Ну, что-то я здесь ничего не вижу Прохода в подвал тоже Здесь нет Как она отсюда вылазила Интересно Выходила наружу Там занималась своими веселыми делами А по крайней мере Товарищи Абеля и Делайла В будущем Будут обходиться без своего королевского убийцы Им придется Что-то выдумать другое Ему взамен Хотя убивать, конечно, можно и Без всякого вот этого вот Без всяких этих жутких Шизофреников Хатс дайс В общем-то там на выход Ну, как попасть в подвал? Вот оно что, Михалыч Это было довольно сложно найти Я прям С трудом С трудом додумался До этого Где-то Час, наверное Возился Пытался там Оплыть этот остров Короче, найти подводный вход Все это было зря Оказалось, что нужно было уронить лифт Ну Я догадывался, что это связано Все-таки с лифтом Только как я теперь туда попаду Так вот Ну что ты в самом деле-то, ну Слушай, бесишь, а Вот что ты упираешься, когда уже все сделано Началось вот это вот Наркомания Спасибо Я все-таки правильно видел, что здесь Был подвал Потом подвал запретили ездить И я видел, что Сюда можно как-то попасть Но непонятно как Ну вот Такой вот Хитрый способ Я так понимаю, что здесь только руна И все А, смотрите Портрет Соколова Возможно автопортрет Вещи Веры Морей Второй день месяца Семян 1810-й Гус Похоже, что наш важный гость Госпожа Вера Морей Рехнулась окончательно Ее отправили на наблюдение Прописали холодный душ Каждые 3 часа Ну и все, что положено Кто-то из докторов говорил, что она могла подходить К какую-то неизвестную болезнь в экспедиции В Пандусью Очередной эксцентричный аристократ Которому во что бы то ни стало Надо жить не так, как мы обычные люди Ну да ладно В ее палате остались вещи Так что я буду хранить их В отделе находок в подвале Пока ее не отправят к мужу Учитывая, как она Сейчас проводит время Разговаривая сама с собой И вырезая непристойности на костях Он будет немало удивлен Главное, не забудь отдать ей все вещи Которые я буду выписывать Круто Круто Так, дневник Веры Морей 12 месяц холода, 1610 Мой врач посоветовал ввести дневник Говорит, что мне будет полезно Размышлять над моими манерами и действиями Говорит, знак на моей руке Это просто татуировка или родимое пятно Это черноглазый мальчик Плот моего воображения Тьфу, скопящий глупцов Я нашла, где директор прячет виски И утащила бутылку к себе в комнату просто так Наверное, я могу прятать кита под курткой И плясать гавот у них на глаза Они все равно ничего не заметят Что бы сказал об этом мой добрый доктор Или мой скучный старый муженек О боже, Вера, что ты натворила Б-б-б-б-б Что подумают люди 16 месяц тепла, 810 Я должна вернуться домой К моему собранию резных костей Такие милые штучки, привезенные самой пандусией Они так греют мои руки В них есть сила Эту силу я могу приручить Ради этого я снова стараюсь быть приличной леди С чистыми ногтями И в надушенной косынке Мой врач говорит, что если я буду хорошо себя вести До конца месяца тепла То меня могут выписать домой Я улыбнулась и сделала реверанс Попросила принести чаю вечером Я причесываюсь, принимаю лекарства И не пытаюсь упустить санитаров Понятно Ее Чужой Посещал Закончилось это, как понимаете, довольно плохо Хотя, как знать Может, она отсюда и выписалась Больше здесь ничего нет Похоже, что нет Ну, наверное, где-то еще остались Чертежи Там вот это вот Картины Все, что я Обычно Пропускаю Потом Сокурва Найдем Самостоятельно Или с помощью гайдов каких-нибудь Такие дела Все, можно возвращаться Точнее, не возвращаться А, получается Топать наружу И уплывать с этого проклятого острова Доктор, я так понимаю К нам Впоследствии присоединится Так, куда я иду? Туда иду, куда надо Да, вот Выход Тот, на который я и рассчитывал С самого начала Отдыхайте, ребята Отдыхайте Все у вас хорошо Доктора я у вас украл Но вы продолжайте Да Да, вернемся к корабле. Он дал ему человеку, который называл Кирин Джиндаш. Ты его знаешь? Все его знают. Главный инвентарь Сирконоса. Тогда он следующий. Надеюсь, Антон будет хорошо. Бред, ну ладно. Так, руны собраны. А, смотри-ка, даже картины собрали. Ничего себе. Монетки только. Не все, но монетки я никогда в миссиях не собираю полностью. Я не знаю, где их распихивают. Так, три свидетеля. Спасли Гамильтона. Прочитали письмо Вальента. И приговорили с Васко. Оба знали что-то о королевском убийце. Противоядие приготовили, нашли подвал. Ну, как-то не гусло. Может быть, что-то еще можно было здесь сделать? Четыре падший дом. Обсудите с Меган Фостер, как лучше добраться до дома Кирина Джиндаша, великого изобретателя герцога Сирконоса. Ну, это мы, наверное, потом сделаем. В этом году, Соколова был генниус Дунвал. Он превратил нашу город с его инвенцией. Электричность для фактировки и машины, герцога по-классам. В каком возрасте, его бузыка и глухие устройства kept меня safe. Его истории всегда делали мне гигать, и его оборудованные конверсации шоколировали аристократы и оборудователи. Теперь, все эти годы назад, Кирин Джиндаш, это генниус Карнака. Один изменинный инвентарь, который дает к дуке машины снижающие машины которые двигаются как люди, но не могут. Силдеры по-классам, которые борются и убивают. Я должен узнать, где Соколова находится, и привезти к старому человеку. Резвить один генниус, и убить друг друга, пока он создает армия силдеров по-классам. силдеров по-классам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте запишем свой дневничок, дорогой Что там у нас на краю света? Расследование в Адермирском институте Бла-бла-бла Это мы уже сами читали Королевского убийцы больше нет Следующая цель Джин Дош Я наконец-то узнала, как мои враги создали королевскую убийцу Прекрасный способ подорвать доверие ко мне накануне переворота Если бы я остановился хотя бы на минуту и задумалась Возможно, мне удалось бы сохранить доверие народа Но для этого мне пришлось бы проявить спокойствие и собранность Как постоянно твердят мои советники, это не самая моя сильная сторона Но использовать сыворотку Александрии и гипатии проявив нее самой чудовищно Я рада, что нашла лекарство Александрии и блестящий алхимик И теперь она продолжит исследование на благо Сирконуса Я не нашла Соколова, его увезли В особняк Кирина Джин Доша, того самого изобретателя часовых солдат Если Джин Дошу удастся использовать Соколова в своих целях, все будет очень и очень плохо Я видел машину Джин Доша в действии в башне Даунвола Нельзя допустить, чтобы удалил и был такой союзник Уверена, Джин Дош рад, что его главный соперник оказался у него в плену Только Соколова там надолго не останется, точно говорю Падший дом, какое странное название На этом корабле я плохо сплю, а когда мне дается заснуть, то снится мне что-то странное И так я не сплю и думаю о Соколове Вспоминаю, что когда-то он сидел в клетке паба, пьется ямы, словно дикий зверь От него воняло старой мочой и гнилым мясом Но его не сломили, он остался верен себе, он снова стал моим наставником Я так нуждалась в этом после смерти матери Больше сановников дары приносящих, говорил он мне Но я была еще ребенком, я любила подарки Думала, что нет ничего в мире приятнее подарков Теперь я многое поняла Еще я вспоминаю Калисту, мою гувернантку Она всегда хотела путешествовать по свету на большом корабле В конце концов она уехала из Даунвола И уже через несколько месяцев перестала мне писать А, но видимо в прохождении с нормальной концовкой Все-таки Калисту выживает, потому что в моем прохождении она сдохла Ох, вот такие вот веселья Ну и что Следующая серия у нас будет посвящена Прохождению третьего задания за Корва Будем всех убивать Естественно же О, даже деньги дали Записка от Маген Фостера Доктор Гепатии нужно место для сна, поэтому я вынесла балахло из запасной каюты Большую часть удалось продать, вот твоя доля, знаю это немного Но ворвань стоит дорого и продажи ограничены Впрочем, вот они новости Так у меня есть деньги, что ты паришься-то В качестве трофея мы забрали вот эту сыворотку, да? Ну точнее шприц, которым кололи Кололи и будем колоть Ладно Будем прощаться, с вами был Ведьмак Спасибо, что смотрели Подписывайтесь Комментируйте Оценивайте Приходите смотреть еще Всем пока